Несовершеннолетний инвалид ежемесячно от государства получает 12 400 рублей. Это пенсия по инвалидности. Один из родителей получает 5 500. Это пособие по уходу за ребенком. Все. После этого для особенных семей начинается квест в реальности с элементами ужастика. Не только выжить на эти деньги, но и реабилитировать ребенка. Марина воспитывает маленького Олега. У него тяжелая форма ДЦП и несколько сопутствующих диагнозов. Денег на лечение уходит прорва. Нужен дефектолог, психолог, специалист ЛФК. Регулярно нужно сдавать анализы. ЛФК обязательно, массаж обязательно. 1600, грубо говоря, минусом. Это одно занятие. Сколько ты возьмешь? По идее, надо каждый день заниматься. С математикой не очень хорошо. 30 умножаем на 1800. Это уже нормально так получается. Психолог, дефектолог тоже нужен по идее хотя бы 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Потом, да, у ребенка очень много различных сопутствующих каких-то заболеваний. Помимо основного, у ребенка частичная трофия зрительных нервов. Это тоже регулярно надо проходить курсы аппаратного лечения. Квартплату продукты также никто не отменял. Некоторым детям нужно специальное питание в силу тяжести заболевания. А еще лекарства. Какие-то дают бесплатно, какие-то нужно докупать. Большинство, опять же, семей, которые воспитывают инвалидов, они неполные. Есть такие семьи, где отцы оберегают свои семьи, своих жен и детей. Но это далеко. Ситуация не про всех. И матери одной тянуть ребенка с инвалидностью, имея такие цены, которые мы видим в магазине сейчас, а тем более с 1 января цены подпрыгнули значительно, люди живут просто за пределом бедноты, нищеты, сводя, а еле сводя с конца с концами. Мамы особенных детей летом прошлого года записали видеообращение на прямую линию президенту с просьбой увеличить сумму уходовых. С 1 июля это будет сделано. Ежемесячная выплата возрастет до 10 тысяч рублей. Эту информацию Владимир Путин озвучил в послании федеральному собранию. Тем не менее, мера проблемы не решит. Мамы инвалидов ждут помощи и от региональных властей. Написали письмо губернатору. Просят дать инвалидам и лицам их сопровождающим бесплатный проезд. Мы посчитали с родителями, в среднем где-то получается, эта сумма может доходить до 25%. Мы в учет берем компенсацию за квартиру, пенсию по инвалидности ребенка и пособие по уходу за ребенком инвалидом неработающего родителя. Бесплатный проезд есть в соседних областях, например, Владимирская, Кемеровская область. Там ребенок-инвалид ездит бесплатно на общественном транспорте. Ездят мамы с детьми часто и много – в школу, в садик и обратно, в поликлинику, на реабилитацию, в бассейн. Если посчитать совокупный расход, получается дорого. А услугами такси пользоваться обременительно для и без того дырявого семейного бюджета. Социального такси в Иванове не существует. Жители Санкт-Петербурга пользуются социальным такси по оплате 10% от стоимости заказа. То есть, например, если ты вызываешь такси и оплачешь, и стоимость стоит, ну, от Сестрорецка до Санкт-Петербурга, там стоимость выходит 1200, например. Ты за такси платишь 120 рублей. У нас такого нет. У нас, наоборот, такси социальное намного дороже выходит, чем даже если ты закажешь обычный такси. И дешевле ездить всего на транспорте получается. В Ногинске, Красноярске, Кемерове проезд бесплатный или льготный для сопровождающего. Если бы была бы льгота для родителей, таких же детишек, которые воспитывают, было бы очень хорошо. Потому что я вот проживаю с ним одна, и на пенсию ребенка 12400 очень много денег уходит на транспорт. Это очень большая для нас была бы польза, если бы мы пользовались льготой. Выйти на работу может далеко не каждая мама ребенка-инвалида. Особенный малыш требует к себе повышенного внимания и опеки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без отпусков и выходных. У меня ребенку год и 7, то есть это как бы самый такой продуктивный возраст для реабилитации его. Реабилитации у нас бесплатной, хорошей в Иванове нету, поэтому работать невозможно, ну возможности нету. Воспитание инвалида – большой стресс для всей семьи. И думать родителям нужно исключительно о том, как поднять такого ребенка на ноги и социализировать. А вот вопрос выживания в тяжелых экономических условиях стоять не должен. Неправильно выбирать между едой, проездом и занятиями со специалистами. Елена Белова, Мария Смирнова, Антон Осипов, Эртова Иванова.